Начальник управления по делам детей, семьи, молодежи и спорта Сергей Пензев доложил, что юные керчане оздоравливались в этом году в основном в круглосуточных лагерях и лагерях дневного пребывания при общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях за счет средств городского бюджета, а также в детских заведениях Автономной Республики Крым за счет средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, за счет средств республиканского бюджета по линии Министерства образования и науки молодежи и спорта Крыма, в Международном центре «Артек» и Украинском центре «Молодая гвардия» за счет средств государственного бюджета в крымских санаториях, на базе детского культурно-оздоровительного центра «Надежда» и на базе Керченской специализированной школы-интерната. Всего отдохнули и оздоровились 8174 человека. На сессии горсовета было принято решение об увеличении норм питания с 13 до 18 гривен в лагерях дневного пребывания и 40 до 50 гривен в круглосуточных лагерях. Финансирование оздоровительной компании с городского бюджета составило 1 миллион 925,5 тысяч гривен, что на 500 тысяч гривен больше по сравнению с прошлым годом. Эта сумма также превысила бюджет других городов автономии. Из заведений круглосуточного пребывания 100 детей оздоровились в лагере «Берег мечты», 75 человек в «Радуги» при детском доме, 300 детей льготных категории в заведениях при школах, 172 человека в «Юнге» на базе школы-интернате. В лагерях дневного пребывания отдохнуло 6485 детей. В летний сезон 2013 года еженедельно проводились проверки детских заведений, оздоровления и отдыха. Нарушения санитарного законодательства выявлены при шести проверках. По всем выявленным нарушениям приняты меры административного воздействия с наложением штрафов на ответственных лиц. Несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций, вспышек инфекционных заболеваний и пищевых отравлений не было. Во всех заведениях с ребятами занимались специалисты по разработанным программам. С целью пропаганды здорового образа жизни проводили различные мероприятия, игры и тренинги. Всего в ходе летней оздоровительной кампании 2013 года организованные услуги по оздоровлению и отдыху получили 8174 ребенка, что составляет 87,5% детей нашего города, подлежащих оздоровлению. В том числе оздоровлением охвачено 1593 человека, это 17,1%, отдыхом 6 641 человек, это 70,4%. По сравнению с прошлым годом объем предоставленных услуг увеличился на 11,9%, из которых по оздоровлению на 74%, по отдыху на 4,5%. В организации оздоровительной кампании есть и определенные сложности, вызванные ситуацией в экономической сфере. Так, в связи с реорганизацией морского торгового порта не функционировал детский оздоровительный лагерь дневного пребывания «Дельфин», на базе которого в прошлом году отдыхало 270 детей. В 2012-2013 году в сети дислокацию детских заведений не был включен и лагерь «Чайка». Этот вопрос решается. Как сообщил Сергей Пензев, по итогам видеоконференции с председателем Совета Министров Крыма Анатолием Могилевым, дано поручение запланировать в бюджете 2014 года средства, необходимые для стопроцентного оздоровления детей льготных категорий. По информации докладчиков, всего в Керче таких детей 5 900 человек. Для выполнения этой задачи предлагается дополнительно в 2014 году провести третью смену в лагере «Берег мечты». Открыть лагерь дневного пребывания на базе клуба школьника «Дельфин» при условии передачи его в коммунальную собственность. Открыть на базе одного из дошкольных учебных заведений города лагерь круглосуточного пребывания для детей 6-8 лет. Ходотайствует перед Международным Боготворительным Обществом Глобальное Содействие Украины и Глобальное Средство Керчь об увеличении продолжительности смены до 21 дня и увеличении количества путевок для оздоровления керченских детей. Я думаю, что управлению образованием и финуправлением нужно посмотреть все возможные варианты, чтобы оздоровить этих детей в 2014 году. Есть поручение председателя Совета Министров, его нужно выполнять. Так что, ну это наша задача, даже если бы и не было поручения, то все равно ее нужно выполнять, потому что прозвучала цифра 5 тысяч. Значит, надо посмотреть все то, что есть сегодня у нас, все резервы и на следующий год запланировать эти денежные средства. Завершая доклад, Сергей Пензев отметил, что благодаря инициативе и постоянному вниманию городского головы удалось достичь серьезных результатов летней оздоровительной кампании, что отмечено и профильным министерством Крыма. Но в то же время есть над чем работать.